Всем привет! Договорился я на интересные лабораторные анализы для Оилл Клуба. Тест с двиговой нагрузки на насос форсунки Bosch. Давайте вкратце расскажу об этом. Моторное масло во время работы в двигателе постоянно подвергается какой-то механической деструкции. В итоге полимерный загуститель срабатывается и вязкость проседает. То есть было у вас допустим 5W40, а в итоге со временем стало 5W30. Аналогично действует и форсунка Bosch. Она жестоко уничтожает полимерный загуститель и его самую главную функцию – загущать масло при высоких температурах. Ну и чем лучше масло сохраняет свои изначальные свойства после такого жестокого уничтожения, тем крепче у него полимерный загуститель. Такой тест на сдвиговую нагрузку называется Share Stability. Он есть в требованиях почти у всех автопроизводителей. Например, он присутствует в допусках Volkswagen 502 и 505 или 504 и 507, где масло должно оставаться в своем классе вязкости или потерять не более чем 15% от первоначальной. То есть залили вы 5W40, оно должно им и остаться в течение всего срока службы. Залили 5W30, оно не должно проседать до 5W20. Помимо Volkswagen, этот тест Share Stability есть у Mercedes, Renault, General Motors, Peugeot Citroёn и так далее. Это говорит о том, насколько все серьезно. То есть это не какая-то колхозная прокрутка масла на одноруком бандите. Этот метод стандартизирован в международной организации АСТМ. Подобные нагрузки происходят с маслом в двигателе внутреннего сгорания. Например, в клапанном механизме пара-кулачок-толкатель. Загуститель в масле растрягают поршневые кольца. Его уничтожают шестерни масляного насоса роторного типа. Если у вас мотоцикл и моторное масло вдобавок играет роль трансмиссионного, то его уничтожают шестерни коробки передач. В общем, масло в двигателе проходит ряд серьезных нагрузок. А наше сегодняшнее испытание, по сути, является ускоренным методом воспроизведения таких нагрузок. Итак, давайте поглядим на эту швейную машинку Zinger. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня в нашем тесте будут присутствовать различные масла. От дорогих до самых дешевых. От импортных до отечественных. От 0V20 до 5V40 и 0V40. Мы с вами проверим на стойкость флагмана линейки Mobil. Масло Mobil FS 5V40. Будут топовые Shell Helix Ultra 5V40 и Castrol Edge 5V30 для вагов. А также в тесте будет низковязкая экономичная и демицу Zepra 0V20, которые уже на перегонки поспешили обосрать. По нему я тоже выскажу свое мнение. Будет крутое и очень дорогое масло на полиалкилгликолях Kronoil Polytech. А также будет одно из самых крепких в мире масел в вязкости 0V40 Mobil 1 ESP. В общем давайте посмотрим на образцы, которые участвовали в тесте и перейдем уже к нашим результатам. Итак, вот масло, которое мы хотим сдать на тест Share Stability. Сработку полимерного загустителя. Первое масло. Идемицу Zepra 0V20 APSN LSAC JF5. APS-P LSAC JF6, к сожалению, не нашли. Нет его еще в продаже. Поэтому будем тестировать это. Чем оно примечательно? Замечательно. Это низковязкая экономичная двадцатка. Сделана она в основном на VHVI 4. И плюс остальное догнали полимерным загустителем. То есть полимерного загустителя здесь много. И в теории он должен сработаться быстрее всех. Раньше всех. Но это в теории. Дело в том, что еще важно какой полимерный загуститель применяется. И все может на практике перевернуться. В нашем представлении одно, а реально на деле другое. Вот и поглядим. Увидим. Синтек Платину 5W30. Меня хейтеры записали в пиарщики Синтека. Потому что я когда-то снял на него обзор. Чем оно примечательно? Это дешевка. Стоила она в свое время 600 рублей за 4 литра. Соответственно у многих возникают вопросы. Может с ним что-то не так? Вот мы и захотели это проверить. Интересно будет как у него сработается полимерный загуститель. Топовое масло от топового производителя. Shell Helix Ultra 5W40. Я заранее извиняюсь за мой голос. Приболел. Надеюсь не корона. Но работать приходится. Так вот. Shell Helix Ultra 5W40. Новейшего стандарта APSP. Самых современных допусков. Полнозольник. Сделано оно недавно. Тоже многие его ругают. Якобы Shell не выпускает GTL вязкости 6. А делает все на четверке. И разгоняет полимером. Ну вот и поглядим. Как у него работает полимерный загуститель. Я в теории заговора такие крайние сильно не верю. Вот. Предпочитаю все таки доверять этому производителю. Потому что на моей истории. А история у меня довольно богатая. И давняя. Не было у него косяков. Думаю и здесь у него все в порядке. Америки мы тут не откроем. Но посмотрим, проверим. И вам покажем. Ну и конечно же. Раз мы собрали всех грандов. Как мы могли обойти его стороной. Mobil ESP X3 0W40. Это единственное масло. В списке допуска. Porsche C40. Очень сильное масло. У него должен быть крутой. Полимерный загуститель. Который практически не должен срабатываться. Стандартная оси АЦ3. То есть среднезольник. Сделана она недавно. Четвертый месяц 2021 год. В общем очень крутое масло. Очень дорогое. Там тысяча с чем-то рублей. За вот эту литруху. В общем должно себя показать. Ну а как в итоге посмотрим. Вот она красавица. Сейчас меня запишут в пиарщике Экстрима. Экстриму и Ноусу постоянно достается за связь с Эл-клубом. От всяких хейтеров. Ну вот. Ну в общем не важно. Экстрим АМГ ВР2 0W20 GTE. Говорил я моему знакомому. Создателю этого бренда. Что слишком вы как-то кудряво называете свои масла. Но он сказал так надо. Ладно. Пусть будет так. В общем АПИ-СПИ. АСИА-Ц5. Ильсак GF6. Самые крутые допуски. ПАО синтетики. 40%. 40-70%. Эстеров 10%. 10% это достаточно много. Хочу похвалить значит. За вот такую вот няшечную прямо литрушку. Посмотрите какая она красивая. Она прям вся горит. Она и в руках горит. И она вообще вот. По сравнению с остальными. Она вся прям горит. Очень красивая литруха. За это хвалю. Ну а что будет внутри. Поглядим увидим. Вот. Тут даже вот. Видите какая связь с Илклубом. Значок Илклуба. Да. Это действительно. Я не скрываю. Это мой знакомый. Так. Ну. Это ПОПСА. Самая ПОПСА. Ветер с моря дул. Разгонял беду. Лукойл люкс 5В40. Вы его можете встретить. В любом гипермаркете. В любой подворотне. Ашал. Метро. Лента. Перекресток. Магнит. Там и так далее. В общем. Масло это в представлении не нуждается. У него есть все современные допуски. Оно действительно крутое. Оно действительно современное. Сделано там из современного инфиниум пакета присадок. Рецептура. Крутой полимерный загуститель. Ну а как сработается. Все таки это 5В40. У него должно быть полимерного загустителя много. Вот это мы и увидим. Даже если он сработается больше чем какие-то вот эти вот 0В20. Я ему даже это прощу. Потому что это все таки 5В40. Ему можно. Ну и то же самое касается 0В40 наверное. Хотя он настолько крут что ему нельзя. Вот. Ну и последнее масло. Роснефть М10ДМ. Королева всех масел. Помните я на таком ездил. В прадик заливал. Значит чем примечательны это масло. Это не всесезонка. В ней нет полимерного загустителя. То есть это будет своего рода эталон. Здесь конечно есть полимеры в качестве депрессора. Но их очень немного. Вот. Сейчас я эту 5 литровую канистру вскрою под свою ответственность. Перелью в простую ПЭТ бутылку. И пошлю в лабораторию вместе с остальными маслами. Вот. Срабатываться тут в теории нечему. Поэтому она провалиться должна вообще меньше всех. Меньше всех вот этих всесезонных масел. Ну а как будет на деле поглядим. Еще раз повторяюсь уже. Ладно все ждите. Будет интересно надеюсь. Ладно все ждите. Сразу всех предупреждаю. Все эти масла разных стандартов. Поэтому их нельзя объективно сравнить между собой. Данным тестом я лишь хочу показать поведение разных масел. Что чем дороже масло и чем требовательнее у него допуски, тем крепче загуститель. Что важно не только количество полимерного загустителя, но и его качество. Что есть масла для коротких интервалов смены, которым не особо нужен сильный загуститель. А есть масла для длинных интервалов смены, в которых он должен быть. Давайте начнем с 5В30. Первое масло. G-Energy Far East 5В30. Вот его результаты. Первые три строки таблицы показывают нам вязкостные характеристики свежего масла до испытания. А строки ниже показывают вязкостные характеристики уже после испытания. Последние две строки показывают результаты. Изменение вязкости в сантистоках и в процентах. Было масло вязкости 11,38. После теста стало 9,73. Масло просело на 1,65 сантистока. Или 14,5%. Падение значительное. Видно, что у этого масла не самый стойкий полимерный загуститель. Но так как G-Energy имеет самые простые и нетребовательные стандарты IPSN и LSAC GF5. К нему, в общем-то, никаких вопросов. Это дешевое бюджетное масло. Самое главное, что оно осталось в своем классе вязкости 5W-30. Второе масло. Синтек Платинум 5W-30. Это бюджетное масло стандарта ОСЕА А3Б4. После механической деструкции на форсунке Bosch оно просело на 1,2 единицы. Или 10%. Просадка значительная, но тоже не криминал. По стандарту ОСЕА это масло должно остаться в своем классе 5W-30. Оно в нем и осталось. Для масла за 1100 рублей это нормальный результат. Следующий образец. Castrol Edge LL 5W-30. Это масло уже обладает требовательными допусками Volkswagen 504-507. И стоит больше 3000 рублей за канистру. Оно разработано специально для длинных интервалов смены и должно долго сохранять свои свойства. В таких маслах производители специально используют очень крепкие полимерные загустители. В итоге мы видим, что масло как было вязкости 12, так и осталось почти такой же вязкости, просев всего на 0,2 сантис тока. В общем, если кто-то скажет вам, что Castrol уже не торт, киньте в него тапком. Ну и для примера показываю Роснефть М10ДМ. Это летнее моноградное масло для МАЗов и КАМАЗов. Оно вообще без полимерного загустителя, поэтому просело всего на 0,25 сантис тока. Как видите, этим и хороши обычные моноградные масла. Там нечему просаживаться. Этот пример говорит о том, что чем меньше в масле полимерного загустителя, при прочих равных, тем крепче масло. Перейдем к низкой вязкости. Идемитсу Zepra 0W20. Масло разработано специально для рекордов экономии топлива. Поэтому оно просело на единичку. Помните, я в начале ролика говорил, что Идемитсу в теории должно просесть больше остальных. Так и произошло. Никакого чуда и никакой сенсации. Такие масла умышленно делают на низковязкой базе и разгоняют большим количеством загустителя. Для того, чтобы они меньше сопротивлялись деталям двигателя и экономили топливо. Ничего в этом страшного нет. Просто оно создано для своих задач. Про Идемитсу Zepra уже поспешили сообщить, что его специально делают для прохождения тестов на экономичность. Нет, его специально делают для экономичности. А потом она уже проходит эти тесты. Это ключевой момент. И разрабатывал это масло даже не Идемитсу, а производителю рецептуры присадок Автон, который снабжает своими пакетами весь земной шар. И самое главное, людей на ютубе постоянно запугивают фантазийным износом. Мол, производитель жертвует вашим мотором ради экологии. Кто вам это сказал? Откуда вы это взяли? Нет там никакого износа. Думаете, для чего в этом масле столько органического молибдена? Аж 700 ppm. Как раз для экономии топлива и защиты от износа при нештатном снижении вязкости. Мы уже лет 10 анализируем это масло. Сделали больше 30 анализов с разных автомобилей. Износа так и не увидели. Так что не спешите хоронить и записывать его в отстой. Да и просело оно обычно, ничего криминального. В тесте еще, кстати, участвовала старая версия APS-N. В следующей версии APS-P полимерный загуститель должен быть крепче. Так как в этом стандарте появились новые требования к шеар стабилити. Следующее масло. Shell Helix Ultra 0W20. У этого масла уже густая вязкость при 40 Цельсиях. Его можно назвать крепкой 20-кой. В теории оно должно работать как 5W20. О чем, кстати, производители пишут в описании. Это масло разрабатывалось уже не для рекордов экономии топлива. Оно густое среди 20-к. В итоге просадка получилась небольшая, 0,3 с антистока. Достойный результат. Тем, кто все-таки панически боится износа летом в жару, вот вам крепкое масло. Анализы отработок союклуба это, кстати, подтверждает. На нем тоже минимальный износ и медленная сработка щелочного. Одно из лучших масел для японцев и корейцев. Ну и лидер среди нашей троицы Extreme AMG VR2 0W20. У него почти нулевая сработка. Это масло подороже предыдущих и оно другого стандарта. Аси АЦ5, а не АПСН. Со спецификациями Вольва, Мерседес, БМВ, которые разрабатывают для длинных интервалов смены. То есть в теории оно должно иметь дорогой и стойкий загуститель. Так и вышло на практике. Масло показало лучший результат. Но опять же нельзя сравнивать его с предыдущими маслами. Нужно сравнивать с одноклассниками. Типа Mobil ESP 0W20. Переходим к следующей вязкости. Extreme AMG VR2 0W40. Честно сказать, я не очень верил в сладкие обещания Бонкера, создателей этого бренда. Слишком приторно он расхваливал свой продукт на форуме. Чуть ли не самое лучшее масло в мире. Заверял, что они используют крепкий полимерный загуститель от Ивоник. Но я как-то с недоверием к этому относился. Слишком часто вижу, как продавцы расхваливают свое масло. Тем более наш обычный анализ не показывает качество полимерного загустителя. Поэтому его громкие заявления никак нельзя было проверить. И вот нам представился такой случай. Масло достойно себя показало. Вязкость после теста сработалась на 0,46. Для 0W40 это отличный результат. Про Extreme можно сказать, что это действительно стабильное масло, которое можно не боясь использовать и зимой, и летом. В мощных двигателях и серьезных нагрузках. Extreme молодцы, не обманули. Их продукты реально на уровне серьезных топовых брендов. Больше расхваливать не буду, а то запишут в пиарщике Extreme. В общем, ребята, так держать. Следующее масло. Mobil 1 ESP 0W40. Помните, я еще до теста говорил, что это одно из самых крутых масел в мире в этой вязкости. Результаты теста это подтверждает. Вязкость просела на 0,4. Если у вас мощный дизельный или бензиновый автомобиль, где рекомендуется невысокое содержание золы, например, сажевым фильтром или навороченным катализатором, это один из лучших вариантов. Реально крепкое масло. У вас могло сложиться мнение, что отечественные масла постоянно проигрывают импортным. Так вот, это не так. Лидером в тесте нулевок стал Лукоил Генезис Армартек 0W40. Он оказался круче топового мобила и экстрима. Сработка вязкости после прохождения теста всего 0,3. Да-да, обычный Лукоил Генезис любого придорожного магазина. Так что не только Ивоник умеет делать полимерные загустители. В Инфиньум тоже свое дело знают. Ну а теперь самое интересное. Масло вязкости 5W40. Самое большое падение в нашем тесте у Лукоил люкс синтетическое 5W40. Масло сработалось на одну единицу. Тем не менее, я считаю, что это нормальный результат. Всегда говорил, что сработка масла на одну единицу это не страшно. По требованиям допуска Mercedes-Benz за 2,9.5 масло должно пройти тест и остаться в своей вязкости 5W40. Так и вышло. За свою цену Лукоил нормально себя показал. Третье место заняло масло на полиалкилгликолях. Круноил Политэч 5W40. Если честно, всегда недооценивал этот бренд. Считал его мелкой рыбешкой. Неспособный сделать технологичное масло. Оказалось, ничего себе. Это масло содержит крутой полимерный загуститель. Сработка вязкости составила всего 0,29. Хороший результат. Крепкое у них масло. Правда и дорогое. Цена за канистру 6 тысяч рублей. За эти деньги оно обязано быть идеальным. Второе место занял Shell Helix Ultra 5W40. Одно из самых крепких масел в наших тестах. Падение вязкости составило всего 0,2 сантистока. Это масло гранит. Shell на ютубе тоже досталось. Его обсирали, что оно слабенькое. В нем много загустителя. Он быстро сработается. Мол, Shell Katar не производит базовые масла GTL 6. Значит, оно сделано на одной четверке. Как видите, это очередное вранье ради сенсации и хайпа. Наш тест, наоборот, показал, что это крепкое масло. Одна только проблема. Завод в торжке немного промазал с вязкостью. Он не попал в SAE 5W40. По факту это оказалось 5W30. Не знаю уж, как так вышло, но лаборатория с завода не должна пропускать такую партию. Но, видимо, пропустили. Первый раз за всю историю я увидел, что и у Shell'а случаются ошибки. Ну и самое крепкое масло в нашем тесте, занявшее первое место среди сороковок. Это Mobil 1 FS 5W40. Просадка всего 0,1 с антистока. То есть, несмотря на уничтожение масла насос с форсункой Bosch, оно почти не сдвинулось с места. Mobil действительно содержит очень крепкий полимерный загуститель, который выдерживает серьезные нагрузки и остается неизменным по вязкостным характеристикам. Так что чудо не произошло. Mobil 1 по-прежнему первый. И его, похоже, еще долго никто не скинет с пьедестала. Итак, давайте подведем некие итоги по нашим испытаниям. Во-первых, видно, что дорогие масла, как правило, содержат самые крутые и стойкие полимерные загустители. Дешевые масла просаживаются чуть больше. То есть, сработало жизненное правило. Сколько платишь, столько и получаешь. Во-вторых, никакого чуда не произошло. Лидеры рынка Shell и Mobil обладают самыми последними технологиями и делают очень крепкие масла. В-третьих, все масла удовлетворили требованиям автопроизводителей по сдвиговой нагрузке. Аутсайдеров не было. Кто-то просел больше, кто-то меньше, но все в разумных пределах. В-четвертых, нельзя сравнивать бульдога с носорогом. То есть, взять экономичную идемицу Zepra стандарта APSN и сравнить ее с Экстримом, который имеет более серьезные спецификации оси AC5. Давайте возьмем Костю Цзю и поставим его против Ленокса Льюиса. А что? Посмотрим, что будет. Так и тут. Очень много масел еще не протестированы. Поэтому ж, дети, по возможности будем продолжать наши испытания. Все еще зависит от того, как народ будет скидываться и насколько ему это будет интересно. То, что вы сегодня увидели, оплачивали из своего кармана ребята с своего клуба. За что им от нас спасибо, идейные товарищи. На таких все и держится. Ну и вам спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. До встречи.